В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Экскурсия в музей ядерного оружия и посещение Свято-Успенского монастыря. Наш город посетили депутаты и сотрудники аппарата Законодательного собрания Нижегородской области. Экспонаты музея ядерного оружия представят на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Не просто профессия, а призвание. 21 июня – день кинологических подразделений МВД России. Далее расскажем обо всем подробно. Перерыв длиной в 4 дня. Очередное заседание думских комитетов было прервано в связи с тем, что большинству народных избранников пришлось его покинуть. Костяк думы состоит из работников городообразующего предприятия. А заседание комитетов совпало с отчетной конференцией профсоюзов и АЦНЕФ. До перерыва депутаты обсудили исполнение городского бюджета 2018 года и решили от технических вопросов. Заседание комитетов продолжится в понедельник, 24 июня. К другим новостям. Депутаты и сотрудники аппарата Законодательного собрания Нижегородской области посетили наш город. В программе визиты экскурсии в Саровские пещеры, посещение территории Свято-Успенского монастыря, а также знакомство с историей создания и испытания первой советской атомной бомбы в Музее ядерного оружия. Подробности далее. В конце прошлого года в Законодательном собрании Нижегородской области была организована выставка «Закрытый Саров» в открытом пространстве. Архивные фото и информационные плакаты, посвященные 70-летию ВНЕФ и 25-летию Музея ядерного оружия, поведали много интересных фактов об истории создания ядерного щита нашей страны. Именно тогда было принято решение собрать делегацию от Заксобрания и увидеть город науки и православной культуры своими глазами. Здесь, конечно, присутствуют и те, которые впервые посетили этот город, и те, которые были несколько лет назад, и они видят, как изменился город. Особенно хочу сказать о том, что многие впервые посетили подземную церковь, и она произвела огромное впечатление. Всего в наш город приехало около 60 представителей Зак Собрания региона. В состав делегации вошли депутаты и сотрудники аппарата высшего органа законодательной власти области. Гостям города провели экскурсии по историческим местам и поведали о создании атомной бомбы в Музее ядерного оружия. Вот один листочек. Представляете, вот какие документы умел создавать наш Юрий Борисович Харитон. Представители Зак Собрания региона открыли для себя новые и уникальные страницы истории создания отечественного ядерного щита, которые долгие годы были полностью засекречены. Гости увидели образцы разработок первого ядерного центра страны и узнали о событиях, происходивших в нашем городе в течение последних 50 лет. Это уникальное место не только на территории Нижегородской области, но и, пожалуй, на карте всей нашей большой Родины. Действительно, все сюда хотят попасть. Такой сплав духовенства и науки, действительно. Еще один пункт в экскурсионной программе – посещение подземных пещер и территории Свято-Успенского монастыря Саровской пустыни. Настолько вот после посещения подземных ходов стало легче, что ли, дышать, и вот такой спал груз таких земных тягост, что где удаешься. Визит делегации Зак Собрания региона продолжился в администрации презентации проекта «Умный город». 1 июля в Сарове начнется второй этап операции «МАК». Сотрудники полиции будут выявлять и уничтожать незаконные пассивы и очаги произрастания растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. За разведение менее 10 растений «МАКа» гражданам придется заплатить штраф от 1,5 до 4 тысяч рублей. Если на участке растет более 10 «МАКов», то владельцу грозит штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы сроком на 8 лет. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Федеральной налоговой службе напоминают, что платить налог на доходы физических лиц необходимо до 15 июля. Это касается граждан, которые по итогам прошлого года получили доходы от предпринимательской деятельности, продажи или сдачи в аренду недвижимости, выигрышей в лотерею, получения дивидендов. Уплатить НДФЛ необходимо самостоятельно. По закону, в случае с этими платежами налоговые органы не обязаны отправлять гражданам уведомления и квитанции. Самостоятельно сформировать платежный документ и уплатить налог можно на официальном сайте ФНС России. О возможности бесплатно освоить новые профессии расскажут по телефону. 28 июня служба занятости региона проведет горячую телефонную линию «Ориентир». По теме бесплатное дополнительное образование в декретном отпуске. Звонки будут принимать по телефону 8 831 234 07 18 с 10 утра и до полудня. У юных саровчан есть возможность попасть в Международный детский центр «Артек». На смену с 17 октября по 7 ноября приглашаются юноши, которые в сентябре этого года перейдут в пятый класс. Конкурсный отбор продлится до 22 июля. От участников требуется предоставить портфолио с указанием грамот, дипломов, наград и иных достижений. Более подробную информацию можно получить по телефону 9 90 62. С 25 по 30 июня Министерство обороны Российской Федерации проводит Международный военно-технический форум «Армия-2019». Основные мероприятия форума традиционно пройдут в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» на аэродроме Кубинка. Для посетителей предусмотрена демонстрационная научно-деловая программа и, конечно, экспозиционная, на которой РФЦНЕФ представит три экспоната Музея ядерного оружия. Подробности далее. 2012 год ознаменован рядом важных памятных дат в истории ядерного центра. Одна из них – это 70-летие со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1. Именно этой дате посвящена экспозиция РФЦНЕФ на Международном форуме «Армия-2018». Основная цель выставки – это напомнить о этом выдающемся событии, которое случилось 70 лет назад, для, так сказать, подъема патриотического самосознания граждан нашей страны. Надо понимать, что создание атомной бомбы – это была тогда вершина науки и технологии того времени. Именно создание испытания РДС-1 ликвидировало американскую монополию и сделало новую войну невозможной. На экспозиции представлены документы, фотоматериалы и кинохроника из архивов Музея ядерного оружия Российского федерального ядерного центра ВНЕФ, посвященные истории атомного проекта. Посетители выставки смогут познакомиться с постановлением о создании конструкторского бюро-11, тактико-техническим заданием на атомную бомбу. Но центром выставки станут три ключевых экспоната нашего музея. Шаровой заряд РДС-1. Он впервые покидает помещение Музея ядерного оружия и будет представлен для открытого экспонирования широкой публики. Также едут еще два наших экспоната. Это корпус авиационной бомбы РДС-1 и пульт для подрыва. Эти два экспоната являются памятниками науки и техники первого ранга. Такой статус присваивает Политехнический музей города Москвы. Транспортирование уникальных экспонатов на выставку – дело весьма ответственное и непростое. Для каждого был предусмотрен свой спецавтомобиль КАМАЗ. Для корпуса РДС-1 даже был изготовлен ложемент. Чтобы погрузить все составляющие, РДС-1 потребовалось около 10 рабочих и несколько единиц техники. Все экспонаты были застрахованы и, конечно, ценный груз сопровождала охрана. Помимо экспонатов ядерного музея и стендовой экспозиции, РФЯЦ внеф представит на форуме 10 скульптурных портретов главных создателей РДС-1. 10 бюстов, выдающихся ученых и организаторов советского атомного проекта, чей вклад в создание и испытание первой советской атомной бомбы является основополагающим. Форум «Армия-2018» пройдет с 25 по 30 июня. В родные стены Музея ядерного оружия РФЯЦ внеф экспонаты вернутся 4 июля. 21 июня в нашей стране отмечается День кинологических подразделений Министерства внутренних дел. Собаки – серьезные помощники в патрульной разусной работе сотрудников полиции. Они необходимы для поиска подозреваемых в совершении преступлений. Обнаружение наркотиков и взрывоопасных веществ. Кинологические подразделения проводят обыск зданий, мест проведения массовых мероприятий. Несут охрану особо важных объектов. Лежать! Сидеть! Доберман по кличке Спирит беспрекословно выполняет команды своей хозяйки. Такое взаимопонимание достигается путем постоянных тренировок и умением найти ключ к непростому характеру животного. Инспектор-кинолог Елена Ткаченко любит собак всю жизнь. Ее шестилетний четвероногий друг Спирит стал боевым товарищем на службе. Направление у нас следовой розыск людей по запаховым следам, поиск вещей потерянных, либо, допустим, если преступник сбросил после грабежа где-то сумку, где-то документы какие-то или свои вещи. Подготовка бойца кинологической службы начинается с первых месяцев жизни собаки. Сначала это базовые команды, затем программа занятий усложняется постановкой на след. Параллельно собак учат обыскивать местность. Один из самых сложных навыков – задержание преступника. Собак в кинологической группе Саровской полиции готовят по двум направлениям – розыск человека по запаху и поиск целевых веществ. К ним относятся наркотики и взрывчатка. Перед проведением массовых мероприятий всегда кинолог с собакой обследует. Либо хоккей, допустим, либо массовые мероприятия в парке, либо футбол. То есть всегда кинолог с собакой предварительно обследует и проверяет, что это безопасность. В кинологической группе Саровской полиции служат три спаниеля, доберман и овчарка. Для тренировок используется специальный имитатор запаха. Кинологи стараются проводить занятия в условиях, максимально приближенных к реальным. Мы можем выехать в любое время, в любую погоду. То есть в любом месте города мы берем собак, просто собираемся и в условиях, приближенных к работе. Совсем скоро в кинологической группе ожидается пополнение. Четвероногие бойцы приедут из Центра кинологической службы Нижегородской области. Тарец Порыгина, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24. Идет прием заявок на фотоконкурс «Радость отцовства». Участниками могут стать все папы нашего города. Победитель будет определяться в нескольких номинациях. Первый летний месяц в молодежном центре традиционно посвящен папам. Уже несколько лет подряд в июне Департамент по делам молодежи спорта проводит творческий фотоконкурс «Радость отцовства». Организаторы предлагают сыровчанам показать трогательные моменты общения папы и ребенка в нескольких номинациях. «Мой папа самый лучший. Все мы делаем вдвоем. Папа может». В этом году мы ввели новую «Мой папа-герой» для того, чтобы, наверное, отразить в профессии не только папа уже у нас в семье героя, но и в своих профессиях. Любой конкурс предъявляет определенные требования к творческой работе – качество, размер фото. Но гораздо важнее то, что запечатлено на снимке. На конкурс не принимаются постановочные снимки, сделанные профессиональным фотографами. На наш взгляд достаточно неживые фотографии. Все-таки сделанные профессионалами фотографии – это одно. А когда домашние фотографии из домашних фотоархивов – это более теплые работы получаются, более интересные и более живые. Поймать удачные моменты и сделать атмосферные кадры общения папы с детьми можно в любое время. Прогулка – это одна из отличных возможностей для семейной фотосессии. Победитель прошлого года в номинации «Первая встреча» Сергей Опенов считает, что такие конкурсы обращают внимание на функцию отца, как главного воспитателя и друга своих детей. Прекрасная возможность напомнить, что мужчина в семье – это не просто добытчик. Отцовство – это, прежде всего, почетная обязанность воспитывать личным примером и приятная привилегия – общаться со своими детьми и быть для них предметом гордости. Гораздо сложнее потом выбрать из множества сделанных снимков фотографию для конкурса. Но у Сергея есть секрет. Он предлагает прислушаться к мнению главных экспертов – своих детей. Сесть вместе, посмотреть фотографии, вспомнить приятные моменты, выбрать что-нибудь самое светлое, самое теплое и самое трогательное. Тогда, даже если жюри не назначит вас победителем, все равно останетесь в выигрыше, потому что прекрасно проведете время со своими детьми. Работы принимаются до 30 июня. А с 1 июля будет запущено интернет-голосование на приз зрительских симпатий в группе молодежного центра в социальной сети ВКонтакте. Награждение победителей, приуроченных к празднику любви, семьи и верности, и пройдет 8 июля. В библиотеке имени Пушкина собрались юные детективы, чтобы раскрыть тайну одного исчезновения. В рамках проекта «Необычное летнее открытие» мальчишки и девчонки разгадывали зашифрованные послания, снимали отпечатки пальцев и допрашивали свидетелей. Им предстояло установить личность преступника и потерпевшего. О том, как проходило интерактивное занятие, расскажем далее. Кто кого похитил, где улики и что зашифровано в тайном послании. На эти вопросы искали ответы юные читатели на очередном занятии проекта «Необычное летнее открытие». Ребятам пришлось допрашивать свидетелей и составлять фотороп до преступника. Сегодня мы будем выступать в роли детективов, представлять себя в роли детективов. Дети разобьются на несколько групп и будут выполнять определенные задания. Кто-то заниматься поиском улик, кто-то опросом свидетелей, кто-то снятием отпечатков пальцев. Перчатки, лупа и база данных. На банке варенья преступник оставил отпечатки пальцев. Мальчишкам и девчонкам предстояло сравнить оставленные улики с досье и установить личность похитителя. Занятие на тему детективов в рамках проекта «Необычное летнее открытие» проводится в детской библиотеке впервые. У нас море книг по детективам, таких детских. У меня у самой двое детей, и они очень любят читать детективные истории. Поэтому и захотелось эту тему немножко побольше раскрыть, заинтересовать детей. Роль детективов примерили на себя и взрослые. Одна из площадок была организована для тех, кто сопровождал ребят в библиотеку. Мамы, бабушки и воспитатели на несколько минут стали экспертами-криминалистами. Они сосредоточенно рассматривали шедевры живописи и пытались угадать, где картина написана известным художникам, а где искусная подделка. Мы искали, тоже отгадывали загадки, искали подлинники картины. Было очень интересно, занимательно. Время прилетело незаметно. Занятие в рамках проекта «Необычное летнее открытие» проходит в детской библиотеке имени Пушкина каждую среду. Следующая встреча состоится 26 июня, начало в 14.00. Мероприятие рассчитано для лиц старше 6 лет. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Субтитры сделал DimaTorzok